Друзья, все мы уже на протяжении двух лет не можем съездить в теплую страну, чтобы как следует отдохнуть. И лично я очень сильно тоскую по замечательному королевству Таиланд, не только по их красивым пляжам и теплому морю, но еще и по вкусной еде. Поэтому сегодня я вам покажу целых два рецепта жареного риса с курицей и ананасами. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. С этим блюдом у меня вышла забавная история. Дело в том, что я был несколько раз в Таиланде и помню, как в каждом кафе на острове Пхукет отдыхающие ели жареный рис курицы, либо с морепродуктами, которые им приносили прямо в ананасе. Выглядело это, конечно же, эффектно, но я тогда решил, что не особо хочу пробовать это блюдо, так как, скорее всего, оно мне не понравится. Я был достаточно консервативен в еде. Короче, я не мог принять фрукты в жареных блюдах с мясом, так же, как не мог принять фрукты в салатах с майонезом, которые на тот момент набирали популярность. Две недели я обходил стороной этот рис, и в последний день отпуска перед отлетом я все же решился и попробовал его. И каково было мое изумление, ведь это казалось такой вкуснотищей. В общем, последний день отпуска на Пхукете я посвятил полностью жареному рису с ананасами, ел только его в разных заведениях и по-разному приготовленный. Думаю, стоит сказать, что я очень сильно жалел по пути домой, что обходил это блюдо стороной. Конечно же, вернувшись, я много раз пытался приготовить этот рис, чтобы было так же вкусно, как в Таиланде. И сегодня я вам покажу два рецепта, один из которых очень простой, а второй чуточку посложнее. И прежде чем мы начнем, друзья, не забудьте после просмотра этого ролика подписаться на канал, поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. Для меня и моего канала это очень важно, это поможет каналу в развитии, а значит и вкусного контента станет еще больше. Ну а мы начинаем готовить. Итак, начнем с варианта попроще. На экране вы видите все необходимые ингредиенты. Ставим видео на паузу, делаем скриншот, либо спускаемся в описании под роликом. Там тоже есть этот список. Первым делом займемся курицей. Я взял филе грудки, но можно взять и другие части курицы посочнее. Например, бедро, либо голени. Главное предварительно разделать и удалить кости. Нарезайте не сильно мелко. На кусочки размером примерно 2 сантиметра. После этого нам надо к курице добавить столовую ложку соевого соуса и щепотку черного молотого перца. Хорошо перемешайте. И пока мы будем нарезать овощи, пусть она помаринуется немного. После курицы хорошо моем доску и нож. И далее займемся овощами. Начинаем по традиции с репчатого лука. Его нам надо мелко нарезать на небольшие кубики. Я взял красный лук. Для красивого цвета. Вы можете использовать обычный. Далее нарезаем стручковый перец чили. Режем его поперек на мелкие кусочки. Вообще, если боитесь острого, то чили тут не обязателен. Но он добавит пикантности, небольшой остроты, а также насыщенности. Да и вообще, мне сложно представить тайскую еду без перца. Чеснок, как обычно, измельчаем. Можете использовать чеснокодавку, а можете воспользоваться ножом. Как вам удобнее. Далее помидоры черри. Их просто разрезаем пополам. Вообще, можно использовать любые помидоры. Но я люблю черри. Так как они во время приготовления держат форму. По вкусу интереснее. И дают не так много воды во время приготовления. Дальше нарезаем зелень. Зеленый лук просто мелко шинкуем. Кинзу точно так же. Если не любите кинзу, можете заменить на базилик. В Таиланде его тоже очень любят. Насколько знаю, у них там даже есть свой сорт. Далее ананас. В этом рецепте мы используем обычный консервированный ананас. Он бывает продается уже сразу нарезанный на кусочки, а бывает в виде колец. У меня колечки, поэтому их надо подготовить. Нарезайте не сильно мелко. Они должны в готовом блюде потом хорошо чувствоваться. И последнее, что нам надо подготовить, это яйца. Берем миску. Разбиваем в нее три яйца. И хорошо их взбиваем. А теперь переходим непосредственно к готовке. Включаем плиту. Берем глубокую сковороду. Желательно вог. Добавляем немного растительного масла. Как только сковорода разогреется, начинаем жарить яйца. Жарим буквально минуту. Регулярно мешайте, чтобы оно не подгорело. Важно, чтобы оно не получилось сильно зажаристым. Далее извлекаем яйца. Потом мы их вернем ближе к концу. Далее добавляем примерно 2-3 столовые ложки растительного масла. И кладем жариться курицу. Жарим на сильном огне. Регулярно мешая. Жарим так примерно 3 минуты. После того, как курица хорошо подрумянилась, добавляем к ней репчатый лук. Жарим так буквально минуту. Регулярно мешайте. Напоминаю, что мы готовим все на сильном огне. Важно, чтобы ничего не подгорело. Спустя минуту добавляем измельченный чеснок и перец чили. А также орехи кешью. Сразу хорошо мешаем. Буквально через 20-30 секунд вы почувствуете аромат. Друзья, кешью обычно продается двух видов. Обжаренный и не обжаренный. У меня не обжаренный, поэтому я добавляю его на этом этапе. Если в вашем магазине продается только обжаренный, то добавляйте его значительно позже, на этапе возвращения яиц. Жарим так секунд 40 и добавляем рис. Друзья, важно добавлять не тот, что вы только что сварили, а тот, что был сварен, охлажден, который постоял ночь в холодильнике. В общем, нужен так называемый вчерашний рис. Если вы добавите свежесваренный рис, есть большая вероятность, что у вас не получится это блюдо, а просто получится каша. Хорошо перемешайте рис. Если он у вас скомканный, то раздавите эти комочки лопаткой. Далее добавляем 3 столовые ложки соевого соуса и 1 столовую ложку рыбного соуса. Хорошо перемешиваем. Жарим так минуту. Далее добавляем, наконец-то, кусочки ананаса. Перемешиваем. Жарим минуту. И, наконец, добавляем помидорки черри. Возвращаем жареные яйца. Их хорошо разбиваем лопаткой на мелкие кусочки. Все перемешиваем, чтобы помидоры и яйцо равномерно распределились. Так, помешивая, жарим минуту и добавляем зелень. Пару раз перемешали и все. Жареный рис с курицей и ананасом готов. Подавайте на стол в горячем виде в качестве главного блюда. Приятного вам аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Друзья, это просто шикарное блюдо. Смесь соленого, острого, сладко-кисловатого вкусов очень удачно в нем сочетаются и ничего другого не вызывает, кроме как восторга. Также это блюдо очень сытное. Курица, рис, яйцо и орехи утолят ваш голод на долгие часы. По поводу рыбного соуса. Предвижу ваши вопросы в комментариях, можно ли его чем-нибудь заменить. Так вот, можно. Если у вас нет рыбного соуса, то можете положить на одну столовую ложку своего соуса больше. Либо можете положить одну столовую ложку устричного соуса. По поводу орехов кешью. Еще раз напоминаю, что я добавлял не обжаренные орехи. Если у вас обжаренные, то добавляйте их в конце. На этапе добавления помидорок и возвращения яиц. Как видите, рецепт очень простой, быстрый и, поверьте, очень вкусный. Ну а мы переходим к следующему рецепту. Как вы могли заметить, ингредиентов стало чуть больше. И в этом рецепте мы будем использовать цельный ананас. Добавили зеленый горошек, морковь и имбирь. Так же, как и в первом рецепте, мы начинаем сразу с курицы. Нарезаем ее на небольшие кусочки. Добавляем к ней столовую ложку соевого соуса и щепотку черного молотого перца. Перемешиваем и даем ей немного помариноваться, пока мы подготавливаем другие ингредиенты. Теперь займемся ананасом. Ананас нам надо разрезать пополам. Старайтесь сделать это аккуратно и по возможности, чтобы у вас получились две одинаковые части. Ананас нужно выбрать большой, красивый и спелый. Далее нам надо сделать надрезы по краям ближе к кожуре. Далее мы надрезаем мякоть внутри вдоль, а потом поперек. Как обычно нарезают манго. Ну а потом уже просто обычной ложкой извлекаем кусочки мякоти ананаса. И перекладываем в тарелку. Таким образом у нас получится две половинки без мякоти внутри. Которые мы потом будем использовать как тарелки, в которых и будем подавать блюда. Далее мякоть нам надо нарезать на кусочки поменьше. Так же, как и в первом рецепте. Друзья, очень важный момент. Консервированный ананас всегда имеет сладкий вкус, так как хранится в подслащенной сахаром воде. Цельный же ананас может иметь более кисловатый оттенок, что конечно же скажется на вкусе готового блюда. Если вам попался именно кисловатый ананас, то можете добавить немного сахара к нарезанным кусочкам мякоти и перемешать. И тем самым взбить этот кисловатый оттенок. Ну а далее все, как и в первом рецепте. Репчатый лук нарезаем на мелкие кубики. Имбирь измельчаем. Нарезаем сначала на пластинки, потом просто шинкуем. Чеснок тоже измельчаем, либо чеснокодавкой, либо ножом. Острый перец чили тоже режем на мелкие кусочки. Складываем их в одну тарелку. Добавлять их потом будем одновременно. Морковь нарезаем сначала на пластины, потом вдоль на брусочки, а уже потом поперек на небольшие кубики. Зеленый лук мелко шинкуем. Куриные яйца взбиваем в отдельной миске. Теперь приготовим соус для жарки. Берем глубокую миску. Добавляем в нее 3 столовые ложки соевого соуса. 1 столовую ложку рыбного соуса. 1 столовую ложку устричного соуса. Далее добавляем 1 столовую ложку меда, либо сахара, либо кукурузного сиропа. И обязательно половину чайной ложки карри. Это что-то вроде секретного ингредиента, который добавит еще большую пикантность готовому блюду. Все хорошо перемешиваем. Соус готов. Итак, начинаем готовить. Включаем плиту. Разогреваем сковороду. Добавляем немного растительного масла. Жарим яйца. Все как в первом рецепте. Жарим буквально минуту, постоянно перемешивая и не сильно зажаривая. Извлекаем яйца. Добавляем 2-3 столовые ложки растительного масла. Теперь жарим курицу. Курицу жарим примерно 3 минуты на сильном огне, регулярно помешивая. После того, как курица подрумянилась, добавляем репчатый лук, морковь и зеленый горошек. Я взял свежемороженный горошек, поэтому его надо обязательно обжарить. Можно взять и консервированный, но добавлять его тогда надо позже, на этапе добавления ананаса. Жарим овощи 2 минуты. Морковь и горошек должны размягчиться. После этого добавляем имбирь, чеснок и перец чили. Все хорошо перемешиваем и жарим секунд 40. Регулярно мешайте, чтобы не подгорел имбирь и чеснок. Напоминаю, что все это мы делаем на сильном огне. После этого добавляем рис и сразу хорошо перемешиваем. Если есть комочки, то разбиваем их лопаткой. Теперь время добавить соус. Льем его по краям вока. Усушите характерное шипение и сразу перемешиваем. Так жарим минуту. Соус быстро впитается в рис, отдав ему вкус. И сейчас самое время добавить нарезанный ананас. Жарим пару минут, регулярно помешивая. После этого возвращаем жареное яйцо. Лопаткой разбиваем его на мелкие кусочки. Перемешиваем равномерно, распределяя яйцо. Далее кладем мелко нарезанный зеленый лук. Пару раз перемешиваем и все. Готово! Накладываем рис в подготовленные половинки ананаса. Накладывайте с горочкой и подавайте на стол. Приятного вам аппетита! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, оба рецепта одинаково хороши, оба вкусные. Просто второй для тех, кто хочет заморочиться. Ну, либо впечатлить свою половинку, например. Ингредиенты из первого рецепта можете использовать во втором и наоборот. Можете взять за основу первый рецепт, но использовать свежий ананас, а не консервированный, чтобы потом красиво подать блюдо на стол. Еще раз на всякий случай повторяю, если вы используете цельный ананас, то он может оказаться немного кисловатым, поэтому его вкус можно подкорректировать, добавив к нарезанным кусочкам немного сахара. Всегда старайтесь выбирать спелый ананас. Существует очень много способов это определить и не ошибиться. Как это сделать, я думаю, вы и сами сможете найти в интернете. В целом, вы можете упрощать рецепт, а можете его усовершенствовать, добавив другие ингредиенты на свой вкус. Например, сюда отлично подойдет кабачок, либо сладкий перец. Можно, кстати, добавить сюда грибы-шампиньоны. Можете вместо курицы обжарить креветки. Только обжаривайте их пару минут в зависимости от размера, а потом извлеките их как яйца, а уже потом верните их ближе к концу. В общем, как я часто говорю, смело экспериментируйте, это блюдо очень сложно испортить. Друзья, не забудьте подписаться на канал, для меня это очень важно. Каналу нужен рост, и только вы можете ему в этом помочь. Также, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и нажмите в колокол, чтобы не пропустить мои новые ролики. Ну и жду вас в комментариях, как вам это блюдо, бывали ли вы в Таиланде и, может быть, пробовали этот рис. Делитесь впечатлениями. Если вдруг остались какие-то вопросы по приготовлению, то тоже пишите их в комментариях. Как вы знаете, я всегда стараюсь на них по возможности отвечать. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно гляньте другие мои видео. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok